Привет, друзья! У микрофона Странник и сегодня небольшой гадик по штрафам в Elite Dangerous. Начнем с того, что есть два типа взыскания за преступления. Первый тип это штрафы. Их выдают за мелкие нарушения. Например, перевозку нелегальных грузов. Но штраф вам начислят только если вас просканируют. Также штраф выпишут, если будете мешать залетать или вылетать другим кораблям на станции. Или вообще стрелять в запретной зоне. Это все на вас наложит штраф в определенной системе. И его необходимо оплатить, иначе не будет возможности пользоваться услугами в этой системе. Второй тип взыскания это награды за поимку. За вашу поимку. По сути они схожи со штрафами и те и другие измеряются в кредитах, которые необходимо уплатить. Существенное различие в том, что пилот, за которым числится награда за поимку, становится законной целью в пределах системы, в которой назначена награда. Точнее там написано в пределах юрисдикции, но для простоты понимания буду говорить в системе. Такие взыскания выдаются за серьезные преступления. К ним можно отнести убийство, нападение в том числе и прикрепление дрона к мирному кораблю, стрельба в зоне стыковки на станциях и проникновение на сужую территорию. Но есть еще одно отличие. Если ваша сумма награды за поимку будет расти, то из преступника в одной системе вы можете стать межгалактическим преступником. И вам не будут рады во всех системах той юрисдикции. Ну и наверняка будут чаще нападения, да и жизнь будет портиться прилично. Поэтому лучше всего до плохого не доводить и оплачивать штрафы вовремя. Чтобы оплатить штраф, можно прилететь в систему, где у вас этот штраф. Залететь на станцию и оплатить. Ничего сложного, вас атаковать не будут. Просто пока вы не оплатите штраф, у вас будут отключены некоторые функции на станциях. Есть и второй вариант, как оплатить. К примеру, система, в которой штраф очень далеко и вам туда лететь неохота. Но об этом способе немного позже. А вот чтобы оплатить награду за поимку, тут немного сложнее. Во-первых, дело в том, что в той системе, где у вас награда, все государственные корабли, назову это так, не знаю как правильно это обозначить. В общем, все корабли этой федерации будут вас атаковать. И в такой ситуации, конечно, в системе будет находиться очень проблематично. Есть еще, конечно, вариант перед тем, как будете залетать на станцию, включить тихий ход, такая опция, которая позволяет спрятаться от сканирования. Вас другие корабли просто не смогут просканировать. Но в этот момент у вас снимутся все щиты и начнет сильно греться корабль. Но нам-то главное успеть залететь на станцию. Естественно, перед этим не забыв запросить посадку. Иначе вы не сядете и еще больше штрафов получите. Также можно использовать мелкие станции. Если они есть в системе. У них обычно похуже всего с обороной. Так вот, чтобы оплатить награду за поимку, если вы уже проникли на станцию, вам необходимо в контактах выбрать представителя местных властей и сдаться ему. Звучит не очень, но по факту это просто уплата штрафа. И вас телепортируют на ближайший гигантский корабль, тюрьму. И все, вы свободны и никаких наград за поимку больше у вас нет. Но опять же, какой-то сложный вариант. Мало того, что нужно прилететь в эту систему, так еще и попасть на эту станцию. Но есть еще один вариант, который подходит для оплаты этих двух типов взыскания. Не летая по всем системам, где у вас могут быть эти штрафы. Для этого нам необходимо воспользоваться юридическими услугами. Interstellar Factor. Это единственные услуги в игре, которые оставили без перевода. Так что их будет несложно найти. Так вот, эти услуги есть не на каждой станции и далеко не в каждой системе. Как же их тогда найти? Все просто. Заходим на карту галактики. Выбираем данные пользователя. Значок только в виде человечка с левой стороны. И далее услуги. Значок чем-то похож на спиннер. В общем, тут видим все услуги, по которым можно искать, если вам что-то нестандартное необходимо. Находим строку Interstellar Factor. Выбираем ее и смотрим на карту. Нам необходимо найти системы, которые стали подвстречиваться зеленым цветом. Если вы уже были в этой системе и даже ее просканировали, тогда вы можете сразу открыть карту системы и поискать необходимую нам услугу. Дело в том, что скорее всего не на каждой станции или планетарной станции будет эта услуга. Сначала, конечно, проще всего поискать по станциям. Выделяем ее и справа смотрим в описании. Если не открылась, то значок самый верхний справа. Смотрим, какие службы активны. Если нет, ищем дальше. Обращаю внимание, что может быть нужна вам услуга, но в разделе не активна. Тогда нам такое не подходит. Можно, конечно, еще попроще поискать, но на момент записи какой-то глюк в игре и не получается показать. Но расскажу. С левой стороны есть иконка «Интересные места». Выглядит как метка. Обычно на гугл карте ставят такую же. Нажимаем на нее и там можно найти все станции, на которые можно сесть. Прощелкиваем их и смотрим, где находится нужна нам услуга. С космическими станциями эта функция работает отлично, а вот с планетарными станциями какой-то баг. Но, возможно, когда вы будете смотреть, его уже не будет. Так что пользуйтесь и таким методом. Это быстрее. Ну или если на станциях нет, выбираем другую систему и может там будет данная услуга прямо на космической станции. И расскажу еще об одном моменте, когда вы совершаете преступление, за которое вам назначат награду за поимку. У вас будет расти плохая репутация. Ее можно посмотреть на панели, которая находится справа от вашего пилота. Или нажимаем клавишу 4 по умолчанию. Так вот, в самом низу будет строка «Плохая репутация» и цифра от 0 до 10. 10 максимальная. Если у вас репутация больше 0, то оплатить награду за поимку через услуги «Интерстеллар Фактор» нельзя. Необходимо понизить уровень плохой репутации. Понижается она на 1 пункт за каждые 2 часа, которые вы не будете нарушать закон. Можно сидеться и на станции, но чтобы изменилась статистика, необходимо будет сделать гиперпрыжок. И тогда статистика обновится, и после этого, если плохая репутация стала равной нулю, то вы сможете оплатить свой штраф и снять с себя все обвинения. В общем, это все. Расписал максимально подробно, так чтобы даже я понял в будущем. Надеюсь, вам было тоже полезно. Если так, обязательно пишите об этом в комментарии. А также буду рад, если подпишетесь на канал. Пока-пока!